Всем привет! Сегодня мы будем делать упражнение 5-4-12. Давайте приступим. Мы будем настраивать расширенный ASL. Тут почти все команды у нас прописаны, так что это будет довольно-таки просто. Давайте приступим. Первое, что мы делаем, открываем наш R1, командная строка. Давайте я его закреплю, чтобы он никуда не потерялся. Задание тоже мы закрепили. Начинаем. Enable. Config Terminal. Access List 100. Permit. И знак вопроса. Нам покажет список всех возможных параметров для этой команды. Мы прописываем Access List Permit Top и указываем IP-адрес. И также вводим знак вопроса. И посмотрим, что у нас будет теперь. Access List 100 Permit. И знак вопроса. Говорит, она вторая из команд, если мы введем, тоже. Потому что Access List Permit Top. Вот так. И вводим знак вопроса. Теперь все будет работать. И нам выводит ABCD Source White Card Bits. Это инверсивный MAC-адрес. Окей. Теперь нам показывают, как считать этот инверсивный MAC-адрес. Это все довольно-таки просто. Например, у нас есть маска под сети слэш 27. Мы записываем ее сначала в двоичном формате. Все единицы. И вот тут три единицы, потом нули. Окей. Теперь мы, грубо говоря, отзеркаливаем и заменяем 1 на 0, а 0 на 1. У нас получилась вот такая вот зеркальная маска. Это есть, по сути, то, что нам надо. Vault Card Mask, если на английском языке. Окей. И теперь нам нужно ее ввести. Для этого вводим команду Accessist, Soap, Permit, Top, маска инверсивная и знак вопроса. И нам опять предлагают вот кучу возможных вариантов, что мы можем ввести дальше. Нам нужно ввести слово host, которое заменяет широковещальный дефолтный адрес. Давайте ее допишем. И IP-адрес. И опять-таки знак вопроса. У нас появилось еще больше разных параметров и их описание, что они могут делать. Дописываем IQ. И опять-таки ставим знак вопроса. У нас теперь есть FTP, POP3, SMTP, Plonet и World Wide Web. Мы используем FTP. Готово. Таким образом мы смогли настроить наш Accessist, Permit. Вот эта команда. Как раз она у нас и получилась. Вот они полностью совпадают. Окей. Дальше. Вводим следующую конфигурацию. Accessist, Soap, Permit ICMP. И указываем адрес, инверсивный, хост и вот этот вот IP-адрес. Окей. Что у нас дальше? Мы можем посмотреть на все настроенные нами Accessist. Ее нужно вводить через Do, Show, Access, List. 10 разрешенных для FTP, 20 запрещенных ICMP. Окей. Что у нас дальше? Нам нужно настроить правильный интерфейс для фильтрования трафика. У нас все будет проходить через Gigabit Internet 0.0. Вот он. Прописываем. Его можно... Короткий вариант. Int G00. Окей. И IP-Access Group. Инт. То есть можно... Разрешаем нам только на вход. Окей. Теперь нам нужно открыть ПК-1 и пропинговать. Посмотреть, что будет происходить. ПК-1. Десктоп. Командная строка. Пинг. Вот адрес сервера. 172.22.34.62. Ждем. Первый request timeout. Следующие все работают. Все хорошо. Окей. Теперь нам нужно подключиться по FTP к этому устройству. Нас спрашивает username. Они оба CISCO. Имея и пароль, если писать одинаковый, это не очень секьюрно. Но у нас это все-таки лабораторная работа, которая заключается немного в другом. Поэтому логин и пароль CISCO это вполне нормально. Мы подключились по FTP. Мы смогли туда подключиться. Все окей. Теперь мы можем отсюда выйти. На FTP работает. Все хорошо. Дальше нам нужно настроить ASA для разрешения HTTP трафика. Для этого, опять-таки, вы можете поиграться со знаками вопроса, чтобы собрать полную команду. А у нас она уже есть, написано вот здесь. Готово. Дальше нужно прописать permit для определенных адресов. Только вот так вот. Разрешать только World Wide Web либо HTTP протокол. Хорошо. Это все у нас работает. Теперь нужно разрешить ICMP. Окей. Теперь у нас осталось только настроить интерфейс для того, чтобы мы могли использовать HTTP. Этот интерфейс у нас прописан, что это Gikibit Internet 01. Вот он. Он отвечает за вот эту вот ветку. Хорошо. И прописываем IP Access Group, в котором указано, что только HTTP разрешается. Хорошо. Все работает. Давайте пропингуем. Нам нужно открыть ПК 2. Бесктоп. Командная строка. Пинг 172. 22. 34. 62. Пинг сработал. Все успешно. То есть у нас все настроено правильно. А думаю, на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok